День молодёжи День молодёжи День молодёжи День молодёжи День молодёжи Десногорское хуторское казачество День молодёжи День молодёжи День молодёжи Данное мероприятие В таком масштабе Проходит впервые Я надеюсь, что Это у нас будет традиция Мы ежегодно На территории нашего муниципалитета Будем принимать фестиваль казачества Зрители увидели Уникальные Показательные выступления Джигитов Из Воронежского отделения Федерации спортивной джигитовки А затем начались Сами соревнования Рубка шашкой Джигитовка Пешая рубка Рубка с коня Фланкировка Экзамены по пеши И конной рубки Для зрителей, гостей И участников соревнований Работала полевая кухня Праздник отличный Очень хорошая погода Не подвела, слава богу Очень такое дружелюбное Отношение со стороны людей Отличный дух казачества Очень всё так располагает К хорошему настроению И я его получил сегодня Ну, во-первых, отдать должное Ребятам Это Хутору Десногорской Которые Не побоялись просто А сделали Замечательный праздник Не только для казаков Ну, я считаю Для всех жителей Смоленской области Подарили такой праздник Вот Это же не только Рубка шашкой Это конкур Ну, ещё и ансамбли Все хотят победить Все хотят взять Главный приз Посмотрим Что могут люди Ну, и покажем Что мы умеем В рамках чемпионата Прошёл и фестиваль Казачьей культуры Богатится Все семь коллективов Награждены дипломами Участников И памятными Сувенирами Замечательный праздник Отдельный народ И вот этот дух свой Они привезли на эту землю И это очень здесь чувствуется И как-то удачно Они вписались В местный пейзаж Очень красиво Хорошо И даже Поднимается Какое-то Ощущение гордости Внутри Идёт от того Что здесь Такие вот Сильные Красивые люди Приехали Показать себя По окончании Всех видов соревнований Судьи подвели итоги И наградили Участников Чемпионата Среди десногорцев Отличились Сергей Шлыков В категории У-7 Белый темляк У него третье место Михаил Иванцов В категории У-5 Красный темляк Занял второе место Победителем Чемпионата Стал Сергей Японишников Из Тулы Ему вручён И главный приз Кованая Казачья шашка Всю минувшую неделю В Историко-Краеведческом музее Проводилась Интерактивно-познавательная Программа Сказочный калейдоскоп Для детей Посещающих Летние оздоровительные лагеря Сотрудники музея Подготовили Увлекательное путешествие В мир сказок И волшебства Ребята Встретились Со сказочными героями Которые Приготовили им Игры И развлечения Завершилось путешествие Театрализованным Представлением Сказки Корнея Чуковского Муха-Цокотуха Актерами сказки Стали сами ребята Здесь они смогли Проявить Всю свою фантазию Сегодня, как никогда Перед человечеством Стоит вопрос О необходимости Изменения Своего отношения К природе Человеку необходимы Новые знания Новая система ценностей Которые, безусловно Нужно создавать И воспитывать с детства 19 июня В городском центре Досуга Для воспитанников Детских оздоровительных лагерей Первый и четвертый школ Сотрудниками Была проведена викторина Я хочу дружить с природой Дети отвечали на вопросы О животных и растениях Рассказывали о своих Домашних питомцах Рассуждали на тему Как сделать окружающий мир Лучше и чище Закончилось мероприятие Рисунком плаката Станут ли МФЦ Оказывать услуги ЗАГСа Региональные парламентарии Поддержали правительственную Инициативу По переводу Некоторых видов услуг В многофункциональные центры На заседании комитета По вопросам местного самоуправления Государственной службы И связям с общественными организациями Пояснили Что МФЦ Будут наделены полномочиями На государственную регистрацию Рождения и смерти При этом органы записи Актов гражданского состояния Свои функции сохранят Государственные экзамены позади Сессии сданы Почему бы не повеселиться В последнее воскресенье июня Молодежь России Отмечает свой день В Десногорске Праздничное гуляние Прошло вечером 24 июня На территории пляжа Не успел завершиться Казачий праздник Козырла Как на смену ему Начался другой В 18.00 В Десногорске Зазвучали современные биты И на территорию Городского пляжа Стала подтягиваться молодежь В этом году Всероссийский праздник молодежи Десногорцы отметили Разноцветием красок И дискотекой С участием смоленских диджеев Которые привезли Самые лучшие свои аранжировки Много музыки, красок и конкурсов С призами от спонсоров Праздник удался Музыка классная Праздник классный Краски классные Все классное Почаще по таких праздникам Это очень здорово Не за господь Ева вернись Что Ева? Где Ева? Вернись В этом году Организовать мероприятие Администрации города Помогли смоленские атомщики Завершился праздник Выступлением Смоленской кавер-группы Кабачки Население Смоленщины Приросло за счет иммигрантов По информации Миграционного управления В регионе сейчас Находится 13,5 тысяч Иностранцев 85% из них Составляют граждане Стран СНГ Основной целью Их пребывание здесь Является трудоустройство Кроме того В последние 5 лет Наблюдается тенденция Роста числа Желающих получить Российское гражданство В прошлом году Его получили Почти 4 тысячи человек В целях профилактики Детского дорожно-транспортного Травматизма И предотвращения Дорожно-транспортных Происшествий С участием Несовершеннолетних Сотрудники Госавтоинспекции С 26 по 30 июня Проводят в регионе Профилактическое мероприятие В ходе которого Особое внимание Направлено на выявление И пресечение Нарушений ПДД Связанных с перевозкой Детей в автомобили Без детских удерживающих устройств И ремней безопасности Госавтоинспекция Напоминает Что нарушение требований Влечет наложение Административного штрафа В размере 3 тысяч рублей О криминальной обстановке У нас в городе За минувшую неделю Нам расскажет майор полиции Романова За прошедшую неделю В дежурную часть Поступило 113 сообщений О происшествиях Из них одно сообщение О преступлении Зарегистрировано 11 дорожно-транспортных Происшествий С техническими повреждениями Выявлено 149 административных правонарушений В том числе 144 нарушения Правил дорожного движения За распитие спиртных напитков А также появление В состоянии алкогольного опьянения В общественных местах К административной ответственности Привлечены 5 человек В Смоленской области В снятых с людей клещах Обнаружены возбудители боррелиоза Почти тысяча смолян Пострадавших от укусов клещей С начала года Обратились в медицинские учреждения Как сообщает управление Роспотребнадзора За минувшую неделю С жалобами на укусы Обратились больше 150 жителей региона Исследовано 35 клещей В четырех случаях Обнаружены возбудители Иксодового клещевого боррелиоза Глава города Андрей Шубин Вручил знаки отличия Готов к труду и обороне 46 десногорцам Церемония награждения Прошла 23 июня Физкультурно-оздоровительном комплексе Десна В Десногорске движение Готов к труду и обороне Набирает обороты В прошлом году Первыми в программу По сдаче норм ГТО В городе включили школьники Стимулом для этого Ребятам послужили дополнительные баллы Которые стали большим плюсом При поступлении В высшие образовательные учреждения С начала этого года К движению активно подключилось И взрослое население Мне приятно Что в это движение Вы учащите в городском районе Вы желаете быть Спортивными Подъемными И служить примером Открыжающим И мы В этом целиком Вас поддержим Всего в этом году Приняли участие 85 десногорцев Один серебряный значок И 45 золотых Вот результаты Активных, смелых И целеустремленных Наших горожан Я всегда любил спорт Я буду его любить Потому что для меня Это многое значит Потому что Я очень рад Что вообще Знаки ГТО Вводят обратно И во-первых Это наверное И поступление Помощь при поступлении И конечно же Ну вообще Осознавание того Что я являюсь спортсменом И доказательство этому Я очень рада Что получил этот значок Потому что Мы очень долго К этому стремились И тренировались И в школе И еще дополнительно Поэтому это достаточно Много для меня Значит Это в любом случае В жизни всегда пригодится Ты доказываешь каждому Что ты способен На что-то большее Что у тебя нету границ И ты можешь достичь Вершин Попробовать свои силы Может каждый Узнать о правилах Прохождения испытаний Всероссийского Физкультурно-спортивного Комплекса Готов к труду и обороне Можно на официальном Сайте движения Или позвонив Десногорский центр Тестирования По телефону Это все О чем мы хотели Рассказать вам сегодня С этими и другими новостями Вы можете ознакомиться На сайте нашего телеканала Деснадефистово.ру Также мы ждем Ваших предложений И актуальных тем Для новостей Спасибо за внимание До свидания Редактор субтитров А.Семкин